Привет, мои дорогие! С вами Мария Погребняк. Мне очень приятно читать ваши комментарии, что вам нравится мой видеоблог. Мне очень нравится с вами общаться. Жалко, что приходится мне сейчас разговаривать как сама с собой, а не с вами отвечать вам на вопросы не сразу, а через какой-то промежуток времени. Но все равно, действительно, мне это очень приятно. У нас сейчас лето, дети у меня на каникулах, поэтому у меня есть минутки посвятить для вас свое время. Мне действительно это очень приятно. Спасибо вам, что вы у меня есть. Вы мне задавали вопросы про косметику. Чем я пользуюсь? Ну, пользуюсь я разной косметикой. Вам сейчас про нее расскажу. Украшусь я сама. Я в 17 лет закончила курсы пейзажа. И, конечно, есть такие моменты, когда я отдаюсь в руки более профессионалом, чем я, у кого больше опыт, практики. Но на самом деле, мне кажется, что я сама себя лучше крашу и лучше знаю, что мне идет и что мне подходит. Итак, как я наношу тон для лица? Тон для лица я наношу в компании Temp2. Это AirPod. Мне он действительно безумно нравится. Его не видно на лице. Он не выглядит как тональный крем. Вообще, наверное, надо подойти на очень близкое расстояние, чтобы посмотреть, есть ли натеатональный крем или нет натеатонального крема. Зато лицо сразу становится идеально ровно. Тут такие вот насадочки. Они вот так вот остаются. В этой фирме представлены и основа, и румяна, и хайдлайтер. То есть, очень большой выбор всего. Тон для лица я выбираю под номером 7. Он идеально подходит по типу и по цвету моей натуральной кожи. Его распрыскивать надо где-то 20 сантиметров. Это спрей, аэрозоль. И действительно, попробуйте. Вот кто хочет иметь идеальный цвет и тон лица, попробуйте. Я вам очень советую. Кудрой я использую Make Up For Ever. Разного оттенка. Смотря загорелая я или бледная. Очень мне она нравится. Также, как румяна, они очень темные. У меня, я люблю накладывать на скулу более темный цвет. И румяна, конечно, у меня розовенький. Это Бобби Браун. Мои любимые. Я их никогда не меняю. Насчет блесков. Очень нравятся мне блески. Они матовые. Очень хорошо ложатся от Armani. И новая коллекция мне очень понравилась. Яркие, насыщенные тона от Dior. Также я очень люблю подводку для глаз. Это Герлайн. Тени Мак. То, в принципе, никаких секретов особо нету. Ни на нанесение, ничего, кроме, наверное, основы. Аэрозоль. Что еще могу рассказать? Насчет окраски своих волос. Волосы окрашу сама. Уже на протяжении, наверное, 6-7 лет. Это фирма L'Oréal и NOA. Оттенок. Сначала окрасила 9,3 с оксидантом. Шестерка, такая у меня светлые волосы. Свои. Сейчас я перешла на 10,1. Или на натуральную, на десятку. Смотря какое настроение, хочу я быть более яркой, более пепельной, или наоборот, более теплой тона. Я их сама меняю, сама смешиваю. Конечно, я не могу вам сказать, какому вам лучше делать оксид. Это, естественно, относится только более темные у вас волосы или более светлые. Но эта краска, она мне очень хорошо подходит. Она очень щадящая, хорошо окрашивает волосы, не портит их. Я довольна. Также еще раз хочу вам рассказать про свой режим питания. Я уже рассказывала, что, да, я утром стою, выпиваю чай зеленый с обезжиренным молоком. Конечно, я забыла вам рассказать, что после чая я ем творог обезжиренный. Ну, и совсем обезжиренный, 2-5%. Могу туда добавить мед. Или сухофрукт. Потом на обед часиков 2 дня я ем рыбу, курицу, салаты. Я ем очень мало, по очень маленьким порциям. Перекусы у меня есть морковкой, овощами. Позволяю, конечно, сейчас лето, хочется я фруктов, но там большое содержание сахара. Ну, а ужин у меня так такового нет. Либо это кефир, либо это салат. Конечно, я ем, могу позволить себе съесть пирожные. Это очень редко. Может быть, один раз в месяц, если честно. Я вас обманывать не буду. Не буду говорить, что я ем пирожные, я такая от природы худенькая. Нет, я думаю, если вы посмотрите в интернете, я не худенькая от природы. К сожалению, я была бы счастлива, что я могла бы есть бутерброды и мороженое, и пирожные, и булочки. Я их очень люблю. Я к себе это ограничиваю, к сожалению. Ах, как тяжело, что это говорит. Вот. Ну, когда приезжаю в Москву, бабушкам пирожки, грибочки с картошечкой пюре, сосиски наши, московские, вкусненькие. Конечно, я это все ем. Потом еду в спортзал, бегаю. Или, как я уже говорила, быстрая ходьба с утяжелительными ногами. Что вам еще рассказать? Конечно, я очень вот вчера выложила свой пост, что очень расстроена я, что сейчас творится в мире. Мне очень хочется, чтобы мы больше дарили доброты и любви людям, чтобы наши дети выросли в любви, чтобы они знали, наши дети, что надо прежде всего любить, помогать другим людям, знать, что стареньким надо уступать место в транспорт, тоже им помогать и поддерживать наших родителей, бабушек. Я бы хотела вот в таком мире, чтобы дети выросли мои. Для этого я делаю все, что возможно. Конечно, одна я мир не смогу изменить, я не смогу призвать всех людей к доброте, но если вы все, кто смотрите мой видеоблог, а вас очень уже много, и вы все прекрасные люди, еще раз хочу вам искренне сказать, что вы замечательные люди. Мне пишут такие мамы, которые очень красивые, говорят, быстрее бы похудеть. Вы знаете, я читаю ваши комментарии, понимаю то, что вам, конечно, хочется похудеть, но какое у вас огромное сердце, сколько в ваших комментариях любви. Вы знаете, есть девушки очень худенькие, очень высокие, очень красивые, но у них нет любви, у них нет сердца. С ними даже многих не о чем поговорить. То, как сходить в магазин, как потратить кого-то развести. Все. К сожалению, таких очень много. Но, знаете, если бы у нас в мире было бы, может быть, не так много красивых и худых девушек, но которые были бы хорошими тюрьмей, которые создавали уют дома, у которых светились глаза от счастья и от любви, то это было бы намного лучше и полезнее в нашей стране. Ну, я с вами могу говорить с часами. Давайте как-нибудь попробуем выйти в прямой эфир. Надо мне только с программой разобраться чуть-чуть. Вот. До новых встреч. С вами была я, Мария Погребняк. Я вас очень всех люблю. Пока. С вами была я, Мария Погребняк.